Сегодня по вашим просьбам я вам покажу и расскажу, что делать в случае, если у нас игристое перегазировалось. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградерству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сразу стоит оговориться, что проблем с игристоем у нас может быть две. Первое, это в принципе избыточное давление, а второе, это так называемый гоушинг по-английски или фонтанирование. Давайте с вами разберем, как нам вообще понять, что у нас есть проблема. Первое, если у нас бутылки взрываются, значит у нас есть проблема. Если у нас бутылки закрыты беденными пробками и они подтекают, ну это видно, значит есть проблема. У нас бутылки бывает как раз таки проще, потому что сама по себе пробка выдерживает определенное давление, после этого она начинает пропускать и, соответственно, избыток давления страпливается. Кроме пробки такого не делают. Я лично в своем опыте не видела, но я видела фотографии, когда человек выкладывал на форум фотографии вот этих пробок вздутых. Все, если мы такое увидели, это ай-яй-яй и ой-яй-яй. Это то, что мы можем понять, не открывая бутылку. Следующая проблема. Фонтанирование и избыточное давление мы можем понять, когда мы бутылку открываем. При этом, как правило, у нас вылетает там пол бутылки, а то и больше. Ну сейчас я вам попробую продемонстрировать один из видов проблем. Сейчас мы откроем эту бутылку. Здесь уже давление стравливалось. Буквально через пару минут я вам покажу, как это было. Это игристое прошлого года. Год оно у нас было на осадке. И сейчас вот оно мутноватое, да? Мутноватое, потому что в подвале оно лежало. Лежало на дачку, да? Я перенесла в холодильник два дня назад. Ну, поэтому понятно, что осадок заболтался, осел на ней. Но оно такое мутноватое. Если бы оно лежало, я его так же забрала в бутылку. Оно было бы уже прекрасно осветленное. Значит, до гаража же здесь не было. И смотрите, температура достаточно низкая. То есть оно пару дней постояла в холодильнике. И сейчас мы его открываем. Ну, смотрите. Вот мы открыли. У нас активно пошла лима. И все хорошо. То есть с этой бутылкой нам повезло. Видите, я хотела вам продемонстрировать. Но не получилось, ладно. Значит, тогда покажем, как может быть хорошо. Такая красивая пена, красивые пузырьки. И, в принципе, вот это то, к чему мы должны прийти, к чему мы стремимся. То есть минимальный хлоп при открывании. И при этом вот такой красивый перляж в бокале. Я таки нашла для вас пример фонтонирования. Такое у нас было в прошлом году. Урожай от позапрошлого года. И важно, что вот это явление происходит, когда бутылка сильно охлаждена. То есть в теплом, понятно, такое бывает. Но именно вот это, когда бутылка хорошо охлажденная, а все равно мы имеем вот такой вот полет пены. Ну и теперь расскажу, какая проблема была с этим игристом. Прошлого сия мы поставили игриста по классическому методу. Видно, материал у нас бродил раньше. И где-то вот в конце октября у нас еще был свежий виноград. Мы его собрали, немножко подбродили. Чтобы были свежие дрожжи, потому что первая партия у нас уже выбродила полностью. Добавили сахар, а сахар добавляли из расчета 17 грамм на литр. Ну и немножко вот этой дрожжевой закваски. Уже было довольно прохладно, все это бродило в прохладной обстановке. Но скорее всего, что дрожжей было слишком много, тем более, что там же мы свежие отжали, много всякой еще мякоти было. И получилось газаться слишком мобильнее. Как мы это поняли? Примерно в марте мы решили попробовать, что же у нас уже получилось. И в общем, полбутылки легко вылетало наружу. Когда я попробовала сделать догоржаж, они стояли на пипетке все вниз горлышками, то у меня просто фонтан грызнул из кастры. Да, я это не снимала, но я думаю, что можете представить. То есть кухня у нас была вся залита и умыта игристым. Ну смотрите, со временем все могло нормализоваться. Углитислый газ бы там больше растворился, он может быть в нескольких состояниях, он бы больше растворился, газация бы стала меньше. И вот такой вот более приятный, как сейчас мы видим в бокале. Вот мы разговариваем, вот пузырек со мной понимается, вообще ситуация просто идеальна. Но наступало тепло. И мы понимали, что это тепло может спровоцировать все-таки повышение давления в бутылке. То есть если бы у нас было возможность перенести там в какой-нибудь плюс один, да, то можно было бы закрыть глаза. Но такой возможности у нас не было. И было принято решение, что надо что-то делать, надо это давление как-то сбросить. Как сбросить? Если мы открываем бутылку, у нас пол бутылки сразу же вылетает. Значит, что мы придумали? Мы купили в аптеке капельницы, но остальное вы сейчас увидите на экране. И смотрите, что мы делаем. Мы проделываем маленькое отверстие в пробке при помощи острого шурупчика и ставим туда капельницу. Качество съемки не очень, потому что на кухне не самое лучшее освещение. И, в общем-то, изначально я это снимала для нас. Но потом вот по вашим просьбам решили попробовать. Смотрите, сразу ничего. Потом у меня топильная пена, и очень обильно поднимается газ в бутылке. Обратите внимание на бутылку, которая левее. Практически из морозилки мы ее достали. Вот этот вот лев сапега. Там даже виден лед. И точно так же очень обильно выделяется газ. Все это собираем в кувшин, чисто, чтобы потом можно было долить. Смотрите, можно, конечно, открыть бутылку, поставить ее в тазик, но перед этим надо бутылки хорошо вымыть и высушить. Потому что иначе у нас напиток по стенкам бутылки сползает, стекает и смывает с них всю грязь. Ну вот мы выбрали самое простое. Это собирать в кувшин. Вот процесс идет, и процесс идет достаточно долго. Видим, как бежит-бежит все это по шлангу капельницы. Вот смотрите, сейчас будем бутылку, которую справа, ее ставить. Просто, ну, немножко поговорю. Хочу показать вам эти моменты, чтобы вы понимали, что не все так просто. Вот если чуть-чуть отверсти, сделаем больше. Опа, видели, что там происходит? Да, происходит фонтанчик. Почему отверстие больше? Дело в том, что пробки там с бедюлем, то есть еще с нижней пластиковой пробочкой, и это все надо было пробить. Мы видим, что, да, где-то все это по бутылке истекает. Вот я подставила тарелочку, чтобы не текло на стол, чтобы проще было убрать. Конечно, уже то, что в тарелочку не текло, мы использовать не будем, поскольку бутылки не идеально чистые, да, и вот что может происходить. Ну, в конце концов, с этой бутылкой я просто плотненько там сейчас держу капельницу, чтобы она не тверлась через верх. Вот в некоторых, видите, капельницы стоят в самостоятельности, все хорошо, там сделали больше отверстий, и получается так сильно. Ну, вот еще раз показываю процесс поближе. Вот нашли в сопеду бутылку, где вообще лед, где было сильно охлаждено, и видим, сколько оттуда вот этого избыточного у нас выбежало. Очень и очень много. Ну, вот видим, в правой бутылке постепенно пена оседает, то есть наша задача дождаться полного осаждения этой пены и только после этого бутылку открыть. А теперь смотрите, что происходит. То есть я бутылку открыла и прикрыла просто пробочкой. Да, она еще не отопырена. Ну, чтобы лишнее возрасте не выходило. Обратите внимание, у нас танцующая пробочка. То есть газ поднимает эту пробочку, она вот так вот прикольно танцует. Вот показываю тот момент. Видите, я открываю. Вот наш битруль. Открываю его. Уже пены практически нет. И когда я открываю, все равно пена начинает, ее становится больше. Не намного, но больше. Смотрите, из кувшина я доливаю все обратно. Обратите внимание, вот на правую бутылку, она тоже из морозилки. Она холодная, тем не менее. Вообще здесь все было сильно охлаждено. Тем не менее, вот такая вот избыточная газация. Так получилось. Вот заливаем обратно. Так. Понятно, что пространство определенно оставляем. Закрываем. И теперь эта бутылка вновь пошла на кувшину. Купорку. И пока мы с вами разговариваем, что мы видим в бокале, может быть, со стеночек уже не так видно, может быть, и видно, что у нас одна поднимается мелкий. Очень мелкий, красивый пузырек, ровными рядами. Вот это то, к чему нам нужно прийти. К чему мы стремимся. Сверху вообще, ну я уже не буду снимать там, у вас штатива. Сверху вообще идеальная картинка. Как поднимается вот этот мелкий пузырек. То есть вот это вот, вот это. Уже после тех манипуляций, которые я вам показала. Но манипуляции эти были в марте. Сейчас у нас начало октября. То есть все оно выставилось, и теперь газация идеальная. Конечно же, если бы мы ничего не делали, может быть, оно бы пролежало, было бы нормально, а может и не очень. В данном случае, либо мы немножко спускаем это давление, либо нам надо время. Причем время не месяц, не два, а полгода, а может быть, для того, чтобы тут все более-менее нормализовалось. Ну, либо при открытии, даже в замороженном состоянии, мы теряем очень много жидкостей, очень много драгоценного для нас напитка, который мы старались, делали, да, и растели весь год. Поэтому я считаю, что ту манипуляцию, которую мы сделали, она пошла на пользу, при этом потери минимальные. Главное вот поставить кувшин, чтобы все это уходило туда. Ну, конечно же, большой плюс, когда вы используете кронепробку, потому что ее можно пробить, если бы мы использовали, например, корковую, то там уже ничего не сделаешь. Если мы бы пытались чем-то ее сверлить, да, то пока бы мы просверлили всю эту пробку, у нас бы опять же все вылетел. Поэтому кронепробки в использовании удобно. Мы даже, когда переукополиваем после догрыжажа, мы все равно закрываем кронепробку, потому что нам так удобнее. Ну, вот это в определенных ситуациях может спасать. С бибельной пробкой, я уже говорила, что может быть проще, в том плане, что она сама постепенно-постепенно пропускает. Но в любом случае, если вдруг у вас начали взрываться бутылки, будьте очень осторожны, обязательно используйте какие-то средства индивидуальной защиты, какие-то лицевые маски, потому что все это может попасть на вас с осколки стекла и низкая температура. То есть, чем ниже температура, тем вероятность взрыва будет меньше. Поэтому тут надо будет думать, как охлаждать. Конечно же, минимальное физическое воздействие, на бутылки, когда вы их там перекладываете или перемещаете куда-то, потому что любое воздействие может спровоцировать выплеск вот этого самого внутреннего давления. Конечно, лучше в такие ситуации не попадать, но я уже рассказывала в ролике про розлив игристого, что в игристых винах очень много физики. И мы в домашних условиях не всегда можем эту самую физику учесть. У нас может получиться так, может получиться не так. И позволю себе еще одну маленькую ремарку. Очень хорошо, когда мы в процессе понимаем, что у нас происходит в бутылке. И в этом сезоне мы использовали такой чудесный прибор, как афрометр. Я его показывала. Еще раз поставлю кадры сюда. Моей задачи нет показать его конструкцию. Моя задача пояснить и показать его функционально, сказать, такой прибор есть. Да, он не самый дешевый, но он по очень доступной цене. По сравнению с тем, что есть в интернете, данный экземпляр стоит примерно в 10 раз меньше. То есть, да, он не очень дешевый, но вполне доступный. И то, насколько он облегчает жизнь, честно, я попробовав уже не представляю, как работать без него. Сейчас мы ждем, уже заказали, ждем, когда нам придет новая партия этих афрометров и разольем все остальное на рис, которое у нас осталось. Этот розлив задержали, потому что после того, как ты можешь процессом управлять, слепой уже работать не хочется. Ну, в конце ролика попробуем, что у нас в бокале. Очень мелкий, нежный, приятный пузырек. Да, вот сколько я снимаю, ролик, конечно, у вас выйдет с монтажом, он будет меньше, ну, примерно полчаса точно прошло, и мы видим приятную, хорошую, легкую газацию, и этот приятный мелкий пузырек потом во рту тоже дает свой эффект. Это то, к чему нам хорошо бы прийти, хотелось бы прийти, изначально было немножко по-другому, я вам показала, но, как видите, некоторые вещи можно корректировать и корректировать с минимальными потерями. Конечно же, я вам желаю, чтобы всяких непредвиденных ситуаций в вашей линейческой практике было как можно меньше. Но если с чем-то таким сталкиваетесь, надеюсь, мой ролик был вам полезен и тоже поможет облегчить вам жизнь. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов, награды и наши контакты. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok